В этом уроке разберём, как играть такой вот блюз, но блюз — это не цель, это средство, чтобы научиться играть с помощью thumb-pick, такого медиатора, и делать palm-mute — техника оглушения правого рукой. Это канал GoFingerStyle, меня зовут Максим Ярушкин, и перед тем, как мы перейдём к разбору блюза, давайте поговорим о медиаторах thumb-pick, а по-русски — коготь, медиатор для большого пальца, и он используется абсолютно по-разному, но сегодня посмотрим, как он используется в так называемом традиционном фингер-стайле с техникой palm-mute, то есть мы играем им басовые струны, но не открытые, а приглушённые таким образом. Сразу скажу, что thumb-pick лучше брать брендированные, то есть не китайские ноунеймы, где ничего не написано, а ну таких производителей, как Dunlop или Planet Waves, и вот я использую. Такие thumb-pick'и не нужно допиливать, подтачивать, что-то ещё делать с ними после покупки, просто покупаем и играем. Они бывают разных размеров, S, M, L, берите лучше сразу все, они достаточно дешёвые, и подбирайте, какой вам будет удобнее. Хотя, конечно, в самом начале вашей практики с таким медиатором вам со всеми ими будет неудобно, потому что какая-то пластиковая штука между пальцем и струной, но что делать? И да, они должны сидеть достаточно туго на пальце, чтобы он немножко синел. Ну и в нашем случае мы им будем извлекать басы, как я уже говорил, на технику palm-mute. Итак, про palm-mute. Тут важно сохранять классическую постановку правой руки, то есть мы опираемся вот сюда правой рукой, всем весом, а ребром ладони мы касаемся нижнего порожка. Конечно, ладонь будет не параллельно порожку, а немножко наискосок. То есть мы ладонью будем прижимать только басовые струны, а первые три у нас будут звучать открыто. Но это вот в нашем фингерстайл случае. Как только вы коснулись струн ребром ладони, не нужно весь свой вес переносить на струны, то есть мы по-прежнему опираемся тут. Зачем это нужно? Если у нас постановка правильная, то palm-mute мы можем делать с разной динамикой. Вот послушайте. Или. То есть я могу легко глушить, давая басу еще позвучать, а могу жестко глушить. Ну, конечно, жестко в этом примере не подходит, но жизнь не ограничивается этим примером. Сначала просто попробуйте почувствуйте звучание баса, но не глушите вот так прям намертво струны. Пусть будет понятна какая-то нота. И переходим к такому упражнению, когда у нас басы играет ровно в четверти, на palm-mute. Раз, два, три, четыре. А первая струна открытая и она звучит, то есть она не на palm-mute, а открытое, обычное звучание. Далее тоже самое вместе с басом на пятой струне и на четвертой. Дальше добиваемся такого же открытого звучания, с второй струной открытой. И вместе с третьей. Следите за тем, чтобы у вас в правой руке двигались только фаланги пальцев, то есть мы играем бас не вот так вот, а аккуратненько, только большим пальцем. Но вы уже взрослые люди, поэтому самостоятельно поставьте на паузу, отработайте это упражнение и дальше блюз. Блюз у нас традиционно на три аккорда и схема будет выглядеть вот так вот. Смотрите, тут у нас аккорды А7, но из этого аккорда нам понадобятся только вот эти два звука. А аккорд И7, но потребуется только вот эти два звука на первых двух струнах. И аккорд Д7, та же самая история. То есть получается вот А7 мы обыгрываем таким образом, И7 обыгрываем таким образом, и Д7 обыгрываем таким образом. Классно? Классно! Как вы понимаете, обыгрывая аккорд И7, бас у нас нота Эй, пятая струна открытая, обыгрывая И7, шестая открытая, и обыгрывая Д7, четвёртая Ди открытая. Теперь смотрим какой у нас ритмический паттерн. Если вы помните, в уроке как играть блюз по-чёрному, я рассказывал про квартольную и трирольную пульсацию. Коротко. Мы играем не ровненько, 1, и, 2, и, 3, и, 4, и, а рвано. 1, и, 2, и, 3, и, 4, и, 1. Таким образом, вот эти две ноты будут между басами, но не ровно между басами, а чуть-чуть будут тянуться к дальнему басу, то есть 1, и, 2, и, 3, и, ч, и. Эта нота на второй стороне, второй лад, и на первой стороне, третий лад. Получается... Следующий такт тоже самое, только обыгрываем аккорд И7, то есть сдвигаем всё на лад выше, а басу шестая. И возвращаемся. А в следующем такте эти две ноты звучат одновременно, но коротко, то есть если до этого мы держали левую руку всегда, чтобы у нас всё звучало, то теперь... Получается первая строка звучит... Не спешите радоваться, мы потом это чуть-чуть усложним, когда доиграем блюз до конца. Дальше тот же паттерн играем на D7, то есть... И возвращаемся в A7. И один такт с подцепом. Вот так выглядела вторая строка, дальше мы играем аккорд И7, шестая открытая, вторая на третьем, первая на четвёртом. Тем же паттерном. Раз. Потом в первую долю, в раз, мы играем четвёртую, открытую на palm mute. И получается у нас... Раз. Два. Три. Такой вот проигрыш в конце. Как мы его играем? Получается весь такт начинается с четвёртой открытой. Раз. На два. Но вторая стуна у нас с третьего лада. С лайт до пятого лада. Раз. Два. Три. Третий лад. Второй стуны. На пятом ладу. Первая на пятом. И это в такой ритм кированный. То есть в последнюю ноту нам нужно сыграть не в первой доле, а в четыре и. Раз. И два. И три. И ч. И раз. А потом обыгрываем аккорд А7. Бас. 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 И вместе с четвёртым басом играем пятый лад третьей струны. И потом на четыре и. Третья струна, вторая лад. Ещё разок. Последняя строка выглядит так. И потом можем закруглить этот блюз и сделать его поинтереснее. Сейчас поговорим об этом. Итак, как его сделать поинтереснее. Первый способ. Это слайды. То есть не просто. А. Такая немножко пятная игра. То есть если мне нужно сыграть второй лад, то я сначала попадаю в первый, а потом тянусь во второй. Это будет звучать так. Второй способ это делать вместо. Легато. Немножко другая ритмика получается, но тем не менее. Например. Теперь я добавляю вот эти басы после четвёртого и восьмого такта. То есть... Это пятая струна, третий и четвёртый лад. То есть я не весь такт играю открытый. А играю раз, два, три, четыре. И ещё эти басовые ноты можно играть без палмьют, давая им позвучать. Добавляет контраста. И первую ноту. Тоже без палмьют. Тут тоже. И в конце тоже причём будем дать басу позвучать. Конечно, я для вас приготовил табы на эту композицию. Они бесплатные, доступны по ссылке в описании. А ещё я для вас приготовил целый курс. Он называется «Техника фингерстайла». И ссылочка тоже в описании. Он вот о том, чем мы сейчас с вами занимались. То есть о том, как правильно орудовать этой штукой. Как правильно играть басы вместе с мелодией. Как играть бумчик. Как играть акустический блюз. И много-много чего интересного в этом курсе. На самом деле я вам завидую то, что вы будете его проходить. И если этот урок вам показался лёгким. То в курсе вы найдёте штуки, которые вас заставят поднапрячься. А если наоборот показалось слишком сложно. То в курсе есть уроки, которые приведут вас к этому уровню. Ну и дальше. Обязательно напишите в комментариях, как у вас складываются отношения с thumbpeak. Было ли у вас что-нибудь? Если было, было ли это хорошо? Спасибо большое за просмотр. Спасибо, что поставили лайк этому видео. И подписались на GoFingerstyle. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok